Сохранение персонала, пожарная подготовка и свой язык магистралии. Об этом и не только в итогах недели. Всё так же из домашней студии. С вами Пётр Стуликов. Здравствуйте и смотрите в программе. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы. Режим нерабочих дней продлён до 12 мая, но многие трудятся. Железная дорога продолжает перевозить грузы и пассажиров строить инфраструктуру. Пожары были и будут. Кто-то должен их тушить. В полной готовности бригады пожарных поездов приходят на помощь МЧС в жаркий период. Я бы хотел, чтобы тот режим, в котором я сейчас работаю, остался на том же уровне. Удобно. Удобно и изолировано. Тем, кто трудится на магистралях неудалённо, обеспечивают особый режим безопасности. А также... Если представить, что я сейчас нахожусь на переезде в роли дежурного, и мимо меня проходит поезд, то я должен держать в руках свёрнутый жёлтый флажок. Трудности перевода. Язык сигналов, как принадлежность к профессии в нашем репортаже ко дню весны и труда. Режим нерабочих дней в России продлён до 11 мая. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов по мерам борьбы с коронавирусом. Начиная с 12 мая региональные власти смогут начать поэтапно снимать ограничения. Надо приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы. Чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений. При этом отдельные отрасли, от которых зависит экономика страны и обеспечение людей всем необходимым, продолжают свою работу. Так РЖД реализует стратегические магистральные проекты, которые невозможно остановить. Они связывают регионы и города, перевозя пассажиров. При этом в компании принимают и соблюдают все меры предосторожности во время сложной эпидемиологической ситуации. Железнодорожники доставляют людям и самые необходимые грузы. К примеру, в начале недели в Екатеринбург прибыл контейнерный поезд из Китая с медицинскими изделиями. Он стал первым из серии рейсов в разные города России, которые организуют РЖД-логистика и трансконтейнер. В его составе 14 40-футовых контейнеров, в которых 85 тонн трехслойных масок. Такие же грузы направили в Москву, Новосибирск и Красноярск. Та обстановка, которая сложилась сейчас в мире и стране, беспрецедентна. Однако у коллектива РЖД есть опыт работы в разного рода чрезвычайных ситуациях, и компания полностью мобилизована. Об этом в интервью нашим коллегам из газеты «Гудок» рассказал глава холдинга Олег Белозеров. Он также сообщил о задачах, которые стоят перед железнодорожниками в этот период. Сегодня работа части предприятий приостановлена, грузовая база уменьшилась. Вместе с тем к нам приходят новые клиенты, которые никогда раньше не пользовались железной дорогой. И наша задача не просто их принять, но сделать так, чтобы они и в будущем остались с нами. Несвоевременность доставки и претензии в наш адрес недопустимы. Мы не должны терять ни одного заработанного рубля. Что касается пассажирских перевозок, да, сегодня компания вынуждена отменять пассажирские поезда в дальнем следовании. Региональные власти сокращают пригородные перевозки. Но наши активы никуда не денутся. Ограничения когда-нибудь будут сняты, и мы должны быть готовы к восстановлению спроса. В РЖД создали хороший задел, сказал Олег Белозеров, и он позволит сохранить работоспособность даже при самых пессимистичных сценариях. Главное – эффективно трудиться и максимально сохранять персонал на местах. Сокращений, по словам главы холдинга, быть не должно ни при каких условиях. Кроме того, все социальные программы и финансовые обязательства перед сотрудниками будут выполнять неукоснительно. Мы должны все силы и ресурсы направить на сохранение предприятия и его работников. Члены правления и другие руководители единогласно приняли решение отказаться от вознаграждения по итогам работы в первом квартале. Начальники дорог сделали то же самое. Мне очень непросто это сообщать нашему коллективу, но в будущем нам, вероятно, придется пойти на крайне непопулярную меру – применение режима неполной занятости. Это решение позволяет сохранить рабочие места. Многие из сотрудников РЖД сегодня трудятся удаленно, однако, как и подчеркнул Олег Белозеров, это мера временная, и решения об использовании такого опыта в компании будут принимать только после изучения всех его особенностей. Для многих наших работников работа в удаленном режиме – серьезный стресс, у всех разные условия дома. Меняться нужно, но все должно быть взвешено. Сотрудники – это не материал для экспериментов или отчета по телеграмме. И такой подход должен быть во всем – разумное и уважительное отношение к людям. При этом в РЖД продолжают искать оптимальный формат работы для сотрудников, которые напрямую занимаются организацией движений и перевозок, и не могут делать это удаленно. Так на Западной Сибирской магистрали запустили пилотный проект «Изолированная станция». Как сами сотрудники оценили такой формат, выяснил Евгений Кузнецов. Оксана Ветровна, скажите, как проходит смена у вас? Так теперь выглядят уединенные будни работников станции «Изынский». Всех кабинетных сотрудников разместили в отдельных помещениях. Компьютеры оснастили веб-камерами и специальным программным обеспечением для безопасного выхода в онлайн. Связь, аудио – это аудиосвязь, телефон – это, конечно, одно. Это хорошо, когда производят общение с глаз на глаз. Ну, я думаю, это более удобнее, более комфортнее для людей, для понимания. И человек понимает, что его видят, правую проблему помнят. И вопросы оперативные, которые возникают в процессе работы, они решаются в оперативном порядке. Сотрудники чувствуют свою важность для руководства, при этом все автоматически соблюдают социальную дистанцию и режим изоляции. Новый формат взаимодействия применяют не только в рамках административного здания. Видеорежим введен и для тех, кто работает в полях. Дежурный из «Изынский» вынесите, пожалуйста, журнал оформить записи до 46. Приемы с датчики, путейцы, энергетики – их работа не изменилась, они по-прежнему трудятся на путях. Но все бумажные процедуры, которые они делали у дежурного по станции, теперь проходят в отдельном кабинете под надзором «Большого брата». Дежурный, запись отписал, ознакомьтесь. На адаптацию работников к новому формату ушло три дня. Еще две недели на то, чтобы сотрудники распробовали все прелести технологии. По окончании пандемии я бы хотел, чтобы тот режим, в котором я сейчас работал, остался на том же уровне. Удобно. Почему удобно? Потому что дежурный по станции непосредственно связан с движением, организацией поездов и манеровой работы, и не должен отвлекаться на какие-то заходы, выходы смежных работников. Стоит ли масштабировать такой формат работы на другие станции, в компании еще обсуждают. Тем более, что по всей сети в сложной эпидемиологической ситуации разрабатывают инновационные решения под брендом «Изоляция». Евгений Кузнецов, Денис Дружинин, РЖД ТВ, Новосибирская область. Одна из тем, к которой было приковано внимание на неделе – пожароопасная ситуация. Площадь возгораний в России превышает 60 тысяч гектаров. Это происходит из-за установившейся в некоторых регионах аномально теплой погоды. 30 апреля пожарные всей страны отметили свой профессиональный праздник. На службе российских железных дорог в боевой готовности более трех сотен пожарных поездов. О людях, которые всегда на посту – сюжет Дины Власкиной. Счет идет даже не на минуты, а на секунды. Такие ежедневные тренировки не дают расслабиться, потерять навык и сноровку. Отработка нормативов, тематические занятия, практика, инструктажи с начальниками участков, мастерами и руководителями всех объектов станции «Алтайская». А также проверка противопожарного режима на всей ее территории. Обычные рабочие дела, если нет оперативных вызовов. А если они поступают, то дежурный караул готов к выезду уже через 10 минут. Мы участвовали в помощи МЧС по городу Новоалтайску. Это осень 2019 года, когда была достаточно засушливая и ветреная погода. И произошла трагедия с пожаром, где быстрое распространение огня угрожало жителям поселка, что фактически поселок мог быть уничтожен полностью. В этом году выезды команды этого пожарного поезда тоже были. Например, помогали МЧС тушить лесные пожары. Смогли остановить его за 4 километра до поселка Озерки. Каждое утро Виктора Самогаева начинается с проверки этих мотопомп. Он машинист насосных установок и отвечает за подачу воды и пожаротушащих растворов. Боеготовность поезда на 90% зависит именно от него. Здесь трудится уже 29 лет. Я просто услышал, что в пожарном поезде находятся свободные места. Освободились, скажем, были свободные места. Ну и решил себе попробовать в качестве пожарного. Ну, пожары были и будут. Кто-то должен их тушить. На сети РЖД почти 9 тысяч тех, кто, возможно, каждую смену подвергает свою жизнь опасности и более 300 пожарных поездов. Чтобы стальные огнеборцы были всегда в строю, раз в год в осенне-весенний период они заходят на осмотр и плановый ремонт. Пожарный поезд не так часто производится в действии. Ходовые части не изнашиваются так сильно. Поэтому производится безоцепочный ремонт, где выявляются неисправности. Комфортные условия работы создают и для сотрудников пожарных поездов. Вот, например, астраханские пожарные совсем недавно отметили новоселье. Переехали в современный двухэтажный жилой модуль. Вместо небольшого вагончика теперь просторное здание. Сейчас прекрасные условия, все удобства абсолютно. Комната приема пищи, раздевалка, душевая, туалет, комната отдыха, учебник, кабинеты. К пожароопасному сезону готов и коллектив, и техника. Кстати, в этом году, как и в прошлом, он начался раньше ожидаемых сроков. С начала года зафиксировано уже 154 тысячи пожаров. Почти 3,5 тысячи из них – природные. В их тушении поезда бывают просто незаменимыми помощниками. Ситуация особенно напряженная в Дальневосточном федеральном округе, Сибирском и Уральском. В первом квартале 2020 года пожарные поезда участвовали в тушении пожаров на стационарных объектах железнодорожного транспорта три раза. Восемь раз тушении пожаров на железнодорожном подвижном составе. Четыре раза в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайной ситуации в полосе отвода. А также 32 раза в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанных с опасными грузами. Благодаря работе сотрудников пожарных поездов удалось избежать ущерба более чем в 54 миллиона рублей. На этой неделе чествовали этих отважных сердцем людей. 30 апреля они встречали свой профессиональный праздник. Отличившимся вручили грамоты, нагрудные знаки и медали. Но расслабляться им некогда. Каждый день боевая готовность номер один. И в выходной, и в праздник. Дина Власкина, Анатолий Фукс, Денис Пронников, РЖД-ТВ, Алтайский край, Астрахань, Москва. Бригады пожарных поездов, железнодорожные медики, строители и путейцы, энергетики, дежурные по переезду, проводники, машинисты. Железнодорожных профессий большое количество. У многих из тех, кто трудится на стальных магистралях, есть даже свой язык. Он состоит не только из профессиональных терминов, но и сигналов, понятных немногим. Язык железной дороги на самоизоляции учил Юрий Костин. На железной дороге есть свой особенный язык. Например, если представить, что я сейчас нахожусь на переезде в роли дежурного, и мимо меня проходит поезд, то я должен держать в руках свернутый желтый флажок. Если я его разверну, то поезд должен сбросить скорость, так как впереди, например, ремонтные работы. Такому способу связи уже больше ста лет. А вот первые элементы языка на железной дороге стали осваивать еще на Царско-сельской магистрали. Эти вот фонари вешались на хвосте состава поезда. Это красный диск в дневное время и фонарь в ночное время. Такой совмещенный прибор. Во все времена железнодорожники использовали фонари. Их эволюцию можно проследить в Иркутском музее железной дороги. Начиная от свечных, затем керосиновых и аккумуляторных. А звуковые сигналы были на все случаи жизни. По количеству ударов колокола пассажиры понимали, нужно ли им выходить на платформу, можно садиться в вагон и многое другое. А сигналы перестали использоваться только по одной причине. Совершенствуются технологии. Увеличение объемов перевозок, увеличение движения поездов, увеличение скоростей поездов требует более пристального внимания к безопасности. Задача сигналов на железной дороге – обеспечить безопасность движения поездов и пассажиров. Путешественникам выучить этот язык легко. Самое простое и главное – если слышен сигнал поезда, значит, скоро он будет рядом и нужно удалиться на безопасное расстояние от путей. Железнодорожникам этот язык придется учить подольше. Есть сигналы видимые и звуковые. К видимым относятся светофоры, различные знаки и флажки. К звуковым – сигнализация на переездах, гудок локомотива и даже петарды. Их применяют в экстренных ситуациях, когда другие способы связи недоступны. Например, при ЧП на переезде. Я должна, во-первых, взять красный флажок, бежать навстречу поезду. И, допустим, если поезда еще нет, но он вот скоро уже приблизится, на расстоянии, ну, в зависимости, конечно, от переезда, от перегона, там где-то на расстоянии 600 метров, я должна расставить петарды. Петарды расставляются в шахматном порядке. Две под машинистом, одна под помощником машиниста. Соответственно, когда поезд на них наезжает, они взрываются, и машинист понимает, что нужно сделать экстренную остановку. Машинисты в основном применяют звуковые сигналы. Кабина локомотива оборудована свистками малой и большой громкости. В зависимости от длины гудка, его громкости и очередности, можно понять, о чем предупреждает машинист. Один короткий сигнал означает, что локомотив начнет движение вперед. Два назад – три остановка. Длительный предупреждает о приближении поезда, например, к станции или переезду. Кроме того, звуковой сигнал используется и для общения между машинистами. При следовании поезда двойной тягой, когда в голове поезда ставятся два действующих локомотива, машинист ведущего локомотива подает команды о ведении поезда машинисту ведомому локомотиву звуковыми сигналами. Итак, для увеличения тяги поезда применяется два коротких свистка. Язык железной дороги изучают в учебных центрах РЖД. В правилах технической эксплуатации есть отдельная глава – сигналы звуковые и видимые. В условиях сложной эпидемиологической обстановки занятия проходят дистанционно. Машинисты и дежурные переезды изучают одни и те же сигналы, причем в полном объеме. Это службы, которые именно понимают друг друга с помощью звуковых сигналов. Поэтому объемы у них одинаковые. Изучают они в полном объеме и то же самое. Язык железной дороги необходим в работе не только машинистам, путейцам и дежурным по переезду. Эти сигналы должны знать все, кто находится на путях, ведь от этого напрямую зависит безопасность движения и пассажиров. Юрий Костин, Денис Дружинин, РЖД-ТВ, Москва, Ярославль, Саратов, Иркутск. Для тех, кто ищет новые идеи, чем бы заняться дома во время самоизоляции, железные дороги готовы дать несколько неожиданных решений. От удаленного, но все-таки коллективного мозгового штурма до практически медитативной практики по созданию моделей локомотивов. Примеры домашних развлечений со всей страны собрал Алексей Васюков. Отправиться в круиз, не выходя из дома. Такое предложение для любителей стальных магистралей сделала Красноярская железная дорога. Более 700 азартных интеллектуалов собрались на онлайн-викторину. Команды заявились со всей страны, и даже участники в них оказывались из разных городов. Игра РЖД-Круиз сократила расстояние между друзьями. Хоть и удаленно, они смогли вспомнить чувство локтя, а заодно и безопасность поведения на железной дороге, а также ее историю, традиции и влияние на культуру. У нас играли и с Дальнего Востока команды, и с Центральной России. И здорово, что именно онлайн-технологии, онлайн-форматы позволяют лучше всего выполнить призыв «Останься дома» и с пользой для себя и своих близких провести время. Ну а те, кто командным дисциплинам предпочитают индивидуальную работу, имеют возможность попробовать свои силы в железнодорожных симуляторах. Любители путешествовать под стук колес могут примерить роль пассажира. А для настоящих фанатов приготовлены реалистичная кабина машиниста, привлекательные виды из окна и стратегически важное задание. Это дает тебе почувствовать какую-то такую вот ответственность за такое количество людей, пассажиров, или же груз, который ты перевозишь. И причем очень важно, чтобы доставлять груз вовремя и не нарушать ни скоростной режим. И все было точно по времени. Впрочем, не стоит забывать, что много сидеть за компьютером вредно. И тут на выручку придут настольные игры. Как раз тот самый случай, когда подарок ребенку может усадить за стол всю семью. Прокладывая свой путь, можно вспомнить железнодорожную историю, построить планы на отпуск и прослыть главным стратегам квартиры. У вас есть некий маршрут, который вы получаете в начале игры. Вы должны выбрать, будете его проходить, не будете. В процессе партии нужно пройти эти маршруты. Если вы его сделали, вы можете добрать еще новые маршруты и так далее. То есть пока у вас не закончится паровоза. Ну а полное погружение в мир железных дорог даст моделирование. Точные движения, выверенные чертежи, умение пустить в ход все, что находится под рукой, и при этом не потерять из виду ни одной детали. И даже если над макетом трудится совсем молодой человек, можно не сомневаться, перед вами большой мастер. Победитель международного конкурса моделистов «Рандеву» в Париже – Михаил Трибунских. Меня привлекают не просто поезда, а именно тепловозы. Они потому что большие, мощные, можно так сказать. И еще то, что интересно изучать их конструкцию. В общем, настоящий любитель железных дорог и дома не расстается со своим увлечением. И даже если вам не хочется сидеть за компьютером, не с кем подвигать фишки и нет подходящего чертежа, всегда можно вспомнить знакомые с детства «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый». Алексей Васюков, Павел Кудряшкин, Сергей Ковач, Владислав Ваткуддинов, Анатолий Бородин, Константин Кошкин, РЖДТВ, Красноярск, Брянск, Сочи, Липецк. Такими были самые яркие события прошедших семи железнодорожных будней. Что окажется в центре внимания в ближайшем будущем, узнаете уже в следующее воскресенье в программе «Итоги недели» на РЖДТВ. Увидимся и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин